Итак, сейчас мы расскажем, сыграем небольшую сценку в лицах об автобусах в Греции, которые отличаются особой сообразительностью. В общем, водители и контролеры, они все отличаются особой сообразительностью и пунктуальностью. Значит, мы из Каринфы пытались ехать в Афины. На билетах у нас было написано 10.40. Автобус 10.40 в Афине нам сказали, что автобус стоит раз в час. 9.40, 8.40, 10.40, ну то есть, как бы, всё логично. Вот мы приезжаем на столовку 10.30, видим там автобус. Афины. Ну, мы думаем, наверное, это наш автобус, вот посадка уже где-то 10.40, он уедет. Мы подходим к водителю и говорим. Афины? И даём им билет. К водителю? Ес! Ес, ес, ес. Катя дает билет туда и обратно. И туда и обратно. И водитель не глядя ордёт оба билета. И туда и обратно. То есть, везде всё равно спокойно. Катя говорит, у меня тут два билета. Сори, это тут тикет. Ну, проблем. It's ok, говорит водитель. It's ok. It's ok. Мы уже переживали, нам нужно было доехать до ближайшего метро в Афина. Да, мы хотели спросить, но по-английски. Дорога, вы идете через метро? Метро-стейшн. 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 Что уже у нее гакурятся какие-то, заберите их отсюда. Да, и вы сели в автобус, и тут приходит тётя конструктор, говорит, так, ну-ка валите отсюда, это не ваш автобус. Но только она не говорит, она отвечает в баню. На весь автобус. Приходите отсюда. Мы не можем понять, в чём дело. Почему мы должны уходить отсюда, если мы должны уехать? А ничего, что у нас билеты как-то уже были. Это не ваш автобус, он будет потом. Мы выходим, мы ждем. В 10.40 подъезжают еще два автобуса. Еще даже не было 10.40. И Оля решила подойти на станцию, обратить у кондуктора еще раз, потому что за это время еще подошел два автобуса. Время было 10.40. И что она ответила? Нет, когда я подходила раньше 10.40, она сказала, что ты дура, что ли, смотри на время. Давай автобус 10.40. Так, хорошо, в 10.40 приезжает еще три автобуса. И что происходит? Я пытаюсь зайти в каждый. Мне говорят, no, 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 no. Офигно, да. Я подхожу к водителю и говорю ему, водитель, вот билет 10.40, он говорит, yes. Я говорю, so you go to Essence, он говорит, yes. Я говорю, так мы можем сесть? Он говорит, нет, мы не понимаем. Оля идет обратно на Бэлстейшнг, это билетер, и начинает уже с ней ругаться. Оля говорит, you see, 10.45, автобус в Афины. Что, это не наш автобус? Она говорит, нет, нет, это ваш автобус. Нет, это не ваш автобус. Окей, мы ставим дальше, ждем. Ехали мы где-то часиков, наверное, в один и сутили в начале двенадцатого. В 2005 это уже разломным голосом объявила на всю платформу что-то по-кречески, типа, а эти три курицы, которые достают, ну, нибудь скажите, что это их автобус? Афины, афины. Я как раз посмотрела, как будто все предыдущие 10 автобусов были не в Афине. А их действительно были практически 10. Но при этом туристам озвучивали график раз в час. Автобус ходит раз в час. Да, ну зачем? Откуда появились еще 10, мы не поняли. А, а, до этого, как мы еще ездили, билеты обратно продали без места, да? И мы подходим, приходим на автобус 16.30, да, с билетами, и нам говорят, no seat, no travel. Ближаешь автобусы, которые без места, а через три часа. И идите гулять. Хорошо, что мы уехали вообще в этот день. То есть ты можешь купить билет, но можешь не уехать. No seat, no traveling. No problem. No problem, да. No tourist, no problem. Ой, да, греческие автобусы, это очень мило. Ну, по сравнению с турецким транспортом, это еще фигня. Что мы можем сказать о Турции? 5 часов, проведенных в Стамбуле, девочки, что мы можем сказать? Что здесь сплошной базар. Центр столицы, центр Стамбурга. Большой-большой базар. Можно сказать, налить там что-нибудь покрепче. Да, сейчас это на такой стресс пережили. Причина с того, что мы пытались дать сумки в камеру хранения, оказывается, там принимать только лиры, которых у нас не было. Карточки выложить нельзя. Поменять в этом самом, там можно минимум, сколько нам сказали? 3000 рублей, это минимальная сумма. Или 50, потому что локер стоил, по-моему, там, типа 100 рублей, да, или 200. 300. В банкомате тоже можно снять, там минимум, сколько-то, сколько, 50 лир? 50 лир минимум, ну окей, хотя бы так. Ну, мы сняли 50 лир, короче, заплатили при этом 150 рублей комиссии, да. Вот, в общем, 13 дегов со стороны трестаж, мы, наконец, положили сумку в камеру хранения. И поехали на бесплатную экскурсию. Да, поехали на бесплатную экскурсию, вот, с нее мы там сошли в процессе, потому что как-то это все было, вот, сели потом. Потом мы решили сесть на метро, как показалось, трамвай, вот, и чтобы сесть на трамвай, мы жили купить билет. Билет нельзя было оплатить карты, можно было оплатить только лирами, и билеты по одному он не продавал. Он продавал их только на карточку, которую надо было тоже купить, типа тройки. Вот, такую карточку нам покупать было в Лонарде одного раза, мы только мурыжили этот автомат, и в итоге добрый дядя попал. В общем, нам порадовал билет. Мы так и не поняли, если честно, сколько стоит проезд турецком метро. Пять лир. Так, он снял за три билета десять лир. Ты сказал, что на карте распределил. Ну, я думаю, он нам ничего не... Ну, наверное, скидка была на карте. Может быть, скидка, может быть, просто подарок. Мы так и не поняли, если честно, сколько стоит проезд. Ну, пять лир. Ну, в общем, мы доехали, да. На одном трамвае мы сэкономили, а зато на втором мы переплатили, потому что у нас не было лир, у нас было только евро. И мужик, который продавал билет, он сказал, что по неподгодному курсу менять евро, поэтому сейчас мы пойдем поменяем, но вы увидите, что мне дадут не столько, сколько вы думаете. В итоге, почему-то мы сплатили три с половиной евро. За сколько? За двадцать лир? Не, ну, он тебе отдал пять лир. Или десять. Пять лир. Ну, короче говоря, вообще-то мы второй раз переплатили на боксе, ладно. Вот, и девушка-гид, которая рассказала, что даже за полчаса дойти до аэпорта, она не точнила, с какого мы заедем за полчаса, потому что мы ехали, по-моему, час с хвостом вообще. Да, я не успела. И что-то мы успели в локер вовремя. Вот, в общем, да. И пересадка там очень интересная. Чтобы пересесть трамвай на метро, нужно еще пройти по наземке. Причем пройти так, что здесь несколько подземных переходов, которые превращаются в подземные торговые центры. И еще 250-300 после этого. То есть надо еще найти, куда тебе выйти и найти. Найдите станцию метро. В общем, это, короче, сплошной стресс. 5 часов пересадки в Стамбуле, это как-то... Это была пробная заезд. Я уж не говорю, что при этом все тебе стараются что-то продать параллельно. Выцепляют тебя взглядом, обращают на тебя внимание. И я с вас ощущаю, что ты просто идешь по сплошному базару. Ну, говорят, хотите купить? Ты говоришь, нет. Я говорю, хотите купить? Нет. ХОТИЕ КУПИТЬ! Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вообще-то я с одного раз помнимаю. В общем, да. Ну, в общем, как-то так. Но было весело. Да, было весело. В общем, мы взбодрились. Мы поняли, что мы скоро вернемся в Москву. Поэтому, видимо, нам нужно было как-то... Вернуться в реальный. Заземлиться. Да. Так что вот. Велком ту Элиалитик. Ждем с нетерпением, когда мы наконец приедем домой. Вот. А в Греции было прекрасно. Да. Несмотря на все эти странные автобусы и водителей. Там было хорошо. Да. А девочки, помните ресторан? Ресторан. В принципе, многие греки, они прекрасно говорят по-английски, но некоторые из них все-таки не понимают. Но почему-то они очень стесняются сказать, что я не понимаю. Главное, что-то отвечать. Объяснить мне. Главное, что-то отвечать. Заходим мы в ресторан. Есть. Знаете, я очень полюбила сырные шарики, которые там есть. Но они такие жареные, круглые, такие круглые сырные шарики. И, значит, мы видим, что там есть сырные шарики. Написано, как это было. Жареный сыр был написано. Жареный сыр. И я спрашиваю у официанта, is it ball? Is it cheese ball? Ball? Дальше показываем. Он говорит, yes. Как он говорит? Yes, appetizer. Yes, appetizer. Я говорю, but is it ball? Yes, appetizer. Ну, в общем, я и сказал, окей, да, понятно. Ну, и в итоге он принес нам, конечно, не сырные шарики. Конечно, это были не сырные шарики в итоге, да. Ну, в Турции эта схема тоже действовала. Например, Галя подходит на выходе и говорит. А, я говорю, если мы хотим выйти в город, нам сюда идти? Да, вон туда. Да, конечно, вон туда. Надо сказать, но. Но в Турции также действует и другая система тоже. Например, мы пытались поменять деньги в обмене валют. Спрашиваем, ну, хорошо, мы не можем у вас поменять немножечко денег. Может, мне мы их немножечко снять в банковате? Он говорит, нельзя, нельзя, нельзя. Мы идем и снимаем в банковате походу на деньги. Ну, нельзя. Причем прикол непонятный. Иди к соседней обменник. А там курс еще не выгоднее. Ну, давайте спать. Да, в общем, надо спать. Парк, надо спать. И, да, в общем, до следующего путешествия. Спасибо. Парк. Спасибо. Спасибо. Спасибо.